День традиционной кыргызской музыки отмечается 25 апреля. Дату эту предложили музыканты страны и утвердили ее ни много ни мало 12 лет назад. В этом году праздник решили провести с размахом и объявили конкурс, участие в котором могли принять все желающие. Отбор начался в прошлую среду и прошел в три этапа. За это время почти из сотни человек выделили не более 20. Началось мероприятие с церемонией награждения. После призеры начали исполнять свои лучшие номера. Многие из участников занимаются музыкой много лет. Например, Канат Намазбеков играет на Камузе уже 16 год. Парню всего 20 лет. Сначала признается учиться этому искусству, его уговорили родители. Но сейчас это его любимое занятие. Он получает от музыки колоссальное удовольствие. И поэтому конкурс стал для него просто поводом более усердно заняться милым сердцу делом. Я люблю свое дело и считаю, что мероприятия, подобные этому конкурсу, только стимулируют музыкантов добиваться еще больших высот в своем мастерстве. Тем более, что это традиционная музыка. Она относит нас не только к нотной грамотности, но и к истокам истории нашего народа. Оценить победителей конкурса собралось немало людей. Пригласили представителей Министерства культуры. А еще, по счастливой случайности, здесь оказался фольклорист и музыкант из Италии. На своей родине он как раз занимается тем же самым сохранением традиционной культуры. Мне очень понравилась кыргызская музыка и культура. Кстати, я заметил некоторые точки соприкосновения между итальянским и кыргызским искусством. Зрителям концерт очень понравился и, скорее всего, надолго запомнится. Они оценили не только музыкальные способности выступавших, но и их умение держаться на сцене. Также глаз радовали национальные костюмы, в которых выходили на сцену призеры конкурса. Алиса Цурикова, Колысо Кибаев, Новости телевидения Пирамида.